Хотите быть высокодуховными людьми? Вот, так и будьте им в каждом мгновении. Любовь всегда рядом, ходит со смертью в параллели. Как идет инволюция человека, так идет эволюция, да, и все, везде параллельные пары. Как идет мир внутри человека, так идет рядом антимир. У нас постоянно идет рост вертикали, только потому что мы так решили идти именно по вертикали. Что мы от себя каждый хочет или желает, это уже другой аспект. Человек обучает себя не только работать с мыслями, словами, действиями и поступками. Он обучает себя находиться, вот представьте, в прежних состояниях с новым подходом. Если вы только осознанно люди заглянули наверх и посмотрели, что их ждет, если они достигнут этих состояний. Вы понимаете? А как им объяснишь? Им не объяснишь. Здесь уже работает их воля. Вот если бы сейчас ты поднялась в пятое измерение и четко понимала, что это видела, это чувствовала, какие бы ощущения ты испытывала там? Единение. Это что значит? Это когда вы проходите все уровни, на уровне сознания, и сознание растет до сверхсознания. Все ваши восприятия, все ваши чувствования, все ваши состояния, полное безмыслие. И то не факт, что мы освобождены. У вас внутри абсолютно все заложено именно для вас и именно для вашей истинности. Любое наложение информации приведет, а там не только информация, еще раз говорю, куда вы направляете взгляд, туда идет энергия. Я хочу вам сказать, что первая причина диабета – это неправильное отношение с самим собой, естественно, да, и к жизни. Это претензии к жизни. И причем это касается позвоночника почему-то. Диабет делится на уровне. То есть у человека претензии ослабленные такие, у него маленькая стадия диабета. Как только разрушения претензий к себе и миру завышены, то есть там с агрессией, с ненавистью, ну вы поняли, да, энергии борьбы очень зашкаливают аж сто процентов. У такого человека обязательно будет высокая степень диабета. Сейчас настолько большие скорости, что только человек сказал, и у него уже раз, и подают ему. То есть подают всегда помощь. Потому что мир, он всегда живой. Человек не может увидеть эту помощь. Естественно, он не берет. А когда неизлечимая болезнь или очень тяжелая, то она толкает человека, как толкач. Сегодня оказалось, что она идет на благо. И всегда болезнь шла на благо человека. То есть развитие человека эволюционное – это не только реальное просветление, это основа, двигатель, запуск всего. Это еще открытие способности. Для чего? Чтобы мы могли перемещаться не для удивления людей, а для себя. Диабет, между прочим, самое легкое заболевание, которое лечится. Убрал претензии, развернул человека, то есть он по сознанию, он прекратил быть недовольным, он счастлив и доволен. На своем уровне развития диабета не будет.